Мы продолжаем рассказывать вам об исторических и архитектурных памятниках нашей республики. Сегодняшний наш материал посвящен монументу «Дружба» в Черкесске. Подробнее о Стелле расскажет шерифат Лепшокова. Парк Зеленостров давно уже стал визитной карточкой республиканской столицы. И лучший вид на достопримечательности без преувеличения именно отсюда, с площади дружбы народов со знаменитой Стеллы, ставшей за десятилетия неотъемлемой частью города. А возвели ее в 79-м году, открыв буквально в кону дня Великой Октябрьской революции. На редкость удачно была выбрана и площадка для монумента, символизирующего единство горцев и русского народа. Высокий обрыв, круто спускающийся к пойме Кубани, стал естественным постаментом для многометровой Стеллы. Четкие контуры и пропорции сразу же сделали монумент неотъемлемой частью живописного ландшафта Зеленого острова. Неординарные объекты возводили с непоказным энтузиазмом. Что символично, при строительстве Стеллы утвердились в принципе взаимовыручки и взаимопонимания. Работали в две смены, чтобы успеть все завершить 7 ноября. Частыми гостями стройки были и авторы проекта, скульпторы Конников и архитектор Рожин, оставшиеся довольными реализацией их замысла. Идея возвести монумент «Дружба» возникла еще в 57-м году, в год 400-летия добровольного присоединения народов Карачаева-Черкесии к России. Осуществить же задуманно удалось в канун 62-го годовщины октября. С той осени 79-го года прошло немало времени. Но что знают горожане об уже привычном для них памятнике? Знаю, что Стелла. А чему посвящена, не знаю. Это Стелла. Это, как его называют, герб нашего Черкеска. Может быть и так, да. Просто это Стелла, построенная в честь образования Карачаевой-Черкесской республики. В действительности Стелла была призвана увековечить многовековую дружбу между народами Карачаевой-Черкесии и России. И 6 ноября 79-го года в канун главного советского праздника монумент был открыт. Перед сотнями собравшимися предстала гранитная Стелла высотой 26 метров, на которой были высечены даты 1557-1957. К монументу прикрепили бронзовое кольцо диаметром более 9 метров, на котором чётко выделяются барельефные изображения, отражающие этапы развития братских отношений между горцами и русским народом. Выступавшие на том празднике говорили о том, что много воды утекло из Кубани с той поры, как было закреплено добровольное присоединение Карачаевой-Черкесии к великому русскому государству. Немало испытаний выпало на долю народов нашей страны, но ничто не поколебало этого единства. Присоединение способствовало дальнейшему укреплению экономических и культурных связей. И сегодня, спустя больше 40 лет после открытия Стеллы, мы можем с уверенностью повторить те же слова. Шеребет Любшукова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.